Встреча с Донбассом 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 и народная милиция делают обходы по квартирам и проводят перепись информации о проживающих, несмотря на то, что такого рода действия в так называемом указе Пушилина не прописаны. Аналогичные сборы резервистов уже проходили в 2017 году. Тогда боевикам удалось собрать около 30 тысяч человек. В тот раз действо было более показательным. Для трансфера с маршрутов снимали общественный транспорт, на котором фактически принудительно по разнарядке мужчин от предприятий Вардло и бюджетников отправляли на полигоны в Торезе и Шахтерске. И все это сопровождалось съемкой пропагандистских роликов, ради которых, похоже, и была устроена пиар-акция от ДНР. Но если тогда это можно было объяснить обстановкой на фронте, которая была в стадии эскалации, то сегодня, спустя уже три года, характер конфликта изменился. На линии фронта уже порядка четырех месяцев держится относительное перемирие, количество жертв сведено к единицам по сравнению с 2016-2017 годами. А на переговорных площадках говорят о сугубо мирных планах урегулирования конфликта на востоке Украины. По сути, военная тема, боевые действия и страх, которыми были озабочены люди, живущие в Донецке и Луганске, постепенно стали уходить на второй план. А это значит, что социально-экономические волнения и реалии недовольства народа, самопровозглашенные властью на оккупированных территориях, стали слишком явно и невыгодно местным властям предаваться огласке. Отчего отвлекать внимание войной в Донецке и Луганске? Есть ряд промышленных предприятий, где работает основная часть дончан и луганчан, влезли в миллиардные долги по зарплатам. Многим семьям не за что жить и питаться. Летом по Луганской области прокатился ряд протестов горняков. Люди блокировали работу шахт и выходили на площадя, фактически рискуя жизнью и работой. Но бунты получили огромный резонанс в украинских СМИ. И оккупационным властям не удалось незаметно их подавить. На мой взгляд, эти сборы не столько свидетельствуют о том, что группировки ЛНР и ДНР готовятся к какому-то глобальному наступлению или к горячей фазе. Скорее, они призваны решить внутренние проблемы на этих территориях, потому что очень тяжелая социально-экономическая ситуация. И для того, чтобы люди помнили, мол, о том, что они находятся на таком военизированном полигоне, которым на самом деле является и оккупированная часть Луганска, и Донецкой областей, а вовсе не на мирной земле, где можно качать права. Совсем противоположную гипотезу о подготовке ЛДНР к обороне от Украины выдвигают некогда активные фигуры времен русской весны на Донбассе. Боевики Александр Ходоковский и Игорь Стрелков, проводя параллели с ситуацией в Нагорном Карабахе. Сегодня мы уже рассматриваем их действия как реальные технические, скажем так, меры по подготовке к реальной возможной мобилизации. И это, я думаю, вызвано действительно событиями в Карабахе. Они, скажем так, испугались, откровенно говоря, и они увидели, что возможности России ограничены в принципе. События в Карабахе это показали. Еще один некогда предводитель боевиков ДНР на других информационных платформах рассказывает о том, что сбор резервистов оккупационными администрациями – это подготовка к эскалации на фронте. ВСУ начало стягивать войска и технику к линии соприкосновения. Если Украина атакует, созывать резервистов будет уже поздно. ВСММО БСЕ, я говорю из своего опыта, участие в трехсторонней контактной группе, очень придирчиво, скажем так, следит за ситуацией, в том числе и в наших вооруженных силах. Поэтому если бы были факты стягивания военных сил, не просто там ротации или просто замены военного оборудования, какое-то вооружение, а стягивание, то есть концентрации военных сил, то это было бы замечено, этому была бы дана оценка и очень жесткая. А в ОБСЕ не только Европа, а Россия, наверное, играет большую, значительную роль, потому что она является основным плательщиком, скажем, взносов в ОБСЕ, то обязательно об этом бы очень громко говорили. Для чего на самом деле группировки ЛДНР военную тематику держат на повестке дня оккупационные власти умалчивают, а значит вопрос остается открытым. Но при любых обстоятельствах страдают только люди, которых снова ставят в рамки без права выбора и используют как инструмент для авторитарного правления вооруженных формирований. Почти год прошел с момента подписания коммунике по итогам встречи лидеров нормандской четверки в Париже. Тогда договорились о разведении войск, обмене, прекращении огня. Но летом российская сторона начала блокировать переговоры и существенного продвижения с тех пор нет. Сейчас на повестке дня в Минской ТКГ утверждение плана совместных шагов по урегулированию конфликта. Смотрим вместе, чтобы разобраться в хитросплетениях минского процесса. Группировки ДНР и ЛНР опубликовали документ, который они называют планом Украины по Донбассу или планом Кравчука. Этому предшествовало обнародование самопрозглашенными властями отдельных районов Донбасса собственного алгоритма урегулирования конфликта. Вполне ожидаемо, что видение у сторон совсем не совпало. Неудивительно, что Россия выступила с поддержкой плана ЛДНР. Как заявил советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, Киев готов к выработке на основе двух этих документов некого общего компромиссного плана. Но только при условии, что Москва возьмет на себя ответственность за план ДНР и ЛНР. В дополнение, глава украинской делегации требует от российской стороны взять на себя политическую ответственность и формально определить свою позицию по необходимости выполнения договоренности, достигнутой в Париже в 2019 году. Пока стороны безуспешно пытаются найти компромисс, истекает время, которое Зеленский выделял на реинтеграцию Донбасса. Год. Тогда он сказал, что если не сработает план А по Донбассу, то будут применять план Б. Правда, каким из них является план совместных шагов, представленный Украиной в ТКГ, неясно. Потому что никаких планов Украина вообще не опубликовала. Моё предположение, ну и по данным из некоторых источников, на самом деле план Б уже реализовывается. Я имею в виду усилия по прекращению огня в зоне конфликта, что можно, в принципе, рассматривать как нет по альтернативе. Раз не удаётся договариваться системно по выполнению минских соглашений, надо выполнять задачу мини. Прекратить военные действия. В то же время присутствующие на переговорах от Ордло в трёхсторонней контактной группе Наталья Никанорова и Владислав Дейнега заявили, что у них никакого плана Б нет. Но они готовы к любому варианту развития событий, в том числе и к военным действиям. У ДНР и ЛНР плана Б быть не может априори, потому что они не субъектны. Решения такого рода они просто не могут принимать на своём уровне. Понятно, что эти решения принимаются в Кремле. Один из важных факторов, который может повлиять на ход переговоров, выборы в США. После прихода к власти победившего кандидата от демократов Джо Байдена, риторика во внешней политике США может измениться. Что в свою очередь изменит и обстановку на переговорах по Донбассу. Политолог Владимир Писенко говорит, что ситуация может измениться, если стороны примут компромиссный общий план по Донбассу. Кроме того, показателем будет продление закона об особом статусе. Будет ли он принят в новой редакции, продлён в существующей или не поддержан вовсе и укажет на реальную ситуацию в переговорах, говорит эксперт. Как показал опрос Центра Разумкова, тема Донбасса и миротворческие инициативы президента Зеленского дают ему самую большую часть рейтинга и поддержки. В будущем он и его команда будут работать в этом направлении и не заморозят этот вопрос. Вместе с тем глава СНБО Алексей Данилов в своем интервью сообщил, что готовится новое решение по Донбассу. Отвечая на вопрос о том, что будет после 9 декабря, когда истекает срок действия плана А, Данилов сказал. О каком решении идет речь, Данилов пояснять не стал. А сейчас в студии дома Александр Мартынинко, генеральный директор информагентства «Интерфакс Украина». Здравствуйте, Александр. Спасибо за ваше время для нашего эфира. Итак, год проходит, скоро проходит год. Дня встречи в Париже. Я знаю, вы там были на этом легендарном, можно сказать, мероприятии, потому что мы целый год обсуждаем план, который удалось подписать там. Но давайте с вами сейчас подведем небольшие итоги нормандского коммунике, но перед этим послушаем, что об этом говорит консультант трехсторонней контактной группы Арестович. Были подписаны фактические соглашения в Париже на высшем уровне в нормандском формате. Президент Путин поставил фактически свою подпись под этим. Они выполнены только частично и частично реализованы безопасностные аспекты продвижения. Некоторые есть по гуманитарной группе, по экономической. Есть большая проблема с политическим решением конфликта. План совместных шагов, который предложил глава делегации Кравчук Леонид, это продолжение плана А. То есть это реализация всех тех договоренностей, которые уже существовали с лета 2014 года. Их там шесть штук. И дальнейшее развитие. Почему? Потому что в сентябре российская сторона заблокировала деятельность ТКГ фактически, посылаясь на постанову Верховной Радой 795, которая временно заморозила проведение выборов в Орлоу. И мы разблокировали это в конце октября с тем, чтобы реализовать все-таки положение, которое в договоренности были приняты в парижском формате. Неоднозначно движемся. Где-то есть продвижение, где-то нет продвижения. Наши предложения в настоящий момент таковы. Провести новую встречу на высшем уровне в нормандском формате. Для того, чтобы президент Российской Федерации Владимир Путин взял на себя политическую ответственность и сказал, мы будем выполнять все предыдущие договоренности, в частности парижские. Или все-таки не будем выполнять. Существует формальное и неформальное единство Франции, Германии, Украины, США и Британии, которые указывают на то, что Украина делает смелые шаги и продвигается в отношении решения выполнения договоренностей. Это официальное заявление их МИДов. И Российская Федерация оказывается международной изоляцией, потому что она не выполняет положение, которое, грубо говоря, подписал сам Путин. Итак, Александр, вот ваше мнение по этому поводу год после нормандской встречи. Что сделано, что нет? Ну, знаете, то, что сделано, оно на поверхности. Мы все об этом знаем. Удалось, в общем, прекратить горячую фазу конфликта, перевести его в совсем такое полу... Ну, можно сказать, замороженное состояние, потому что все-таки действительно огонь открывается редко. Очень редко. И по сравнению с тем, что было раньше, конечно, это плюс. И это... Не знаю, можно ли сказать, что это следствие именно того и того саммита, или это просто как бы договоренность сторон, но не важно. Главное, что это сделано. Ну, собственно, вот и все. Вот и все. С обменами, мы знаем, дело идет очень сложно и очень трудно, потому что в Москве и в Донецке и Луганске воспринимают почему-то, что обмены это нужны Украине. И если они обменяют кого-то, значит, это плюс. Они делают шаг навстречу с Зеленским. Совершенно непонятно почему, потому что на самом деле обменяются их же люди, которые находятся здесь. Ну, это какая-то, знаете, немного ущербная логика в том плане, что Зеленский все-таки не в избирательной гонке сейчас находится. Ну, это, во-первых. Во-вторых, обмен это же двухсторонняя, в конце концов, акция. То есть, да, кто-то приезжает сюда из тех, кто находится там. Ну, кто-то же уезжает из Украины, тоже возвращается в Донецк-Луганск, если кому-то это нужно. Поэтому не совсем понятно, почему это считается, что это плюс Зеленскому, на которого не хочется играть. Но вот это, собственно, все. По политическому треку, о котором... Тогда, в общем-то, и не договорились. Ведь, на самом деле, когда говорят о том, что парижские сами, откажется, что были такие принятые эпохальные решения, которые позволяют разрешить конфликт, а сейчас это не делается. Не было там никаких эпохальных решений, как мы помним. Он достаточно размыт был. Результатов тогда не было. Было, мягко уражаясь, острый разговор между украинской и российской делегацией, как мы помним уже, в кулуарах. И, по большому счету, этим саммитом, на самом деле, стороны зафиксировали просто добрую волю о том, что они хотели бы когда-нибудь договориться. Вот, собственно, все. Больше того, прекрасно помним, что Путин был очень недоволен результатами, поскольку, все-таки, именно потому, что никаких реальных результатов не было. А там считается, что если он что-то делает, то должно быть что-то на земле происходить. Ну, типа вот Карабахи. А там, на самом деле, ничего не произошло. Поэтому, мне кажется, что говорить о том, что вот были какие-то решения, которые не выполнены, не совсем правильно. Решений не было. А был такой задан вектор. Движение по вектору идет, но очень-очень медленно. Ну, вот если так суммировать, то сейчас на повестке дня в ТКГ это освобождение удерживаемых лиц, это блокировка российской стороной КПВВ, ведь люди так и не могут проехать с той стороны. Это финализация договоренности о 19 участках разведения, разминирования, извините. Финализация договоренности о 4 новых участках разведения сторон, обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ и БСЕ ко всей территории Украины и допуск международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам. Вот каждый из этих пунктов мы в течение года с Парижа обсуждаем, в том числе на этих эфирах. Что вы думаете, из этого списка наиболее реалистично можно было бы выполнить в ближайшее время? Ну, опять же, это с чьей стороны? С нашей стороны, я так понимаю, все можно выполнить, это вообще не проблема. А почему Россия не открывает, например, не дает добро на открытие КПВВ? Это для меня полная загадка, до сих пор я не знаю, как они объясняют это людям там, потому что они хотят переездить туда, как известно, и за пенсиями, и в принципе по работе, но это совершенно для меня необъяснимая вещь. А разведение сторон это сложная такая история, действительно непростая, поскольку на разных участках стороны находятся, как известно, с разной степенью приоритетности, да, то есть где-то высота занята одной стороной, где-то занята другой стороной, и, конечно, разводить там это тяжело. Разминирование – это абсолютно, я считаю, гуманитарная вещь, которая, опять же, должна быть поддержана обеими сторонами. Я так понимаю, что Украина ее поддерживает, я совершенно не понимаю, в чем проблема. А что касается самой большей проблемной истории, это, конечно, доступ от самого ВОСЕ ко всей территории Украины, то есть везде в так называемых ДНР, то есть в Орду-Орлу. Вот там, я думаю, что этому они будут противодействовать до последнего, поскольку, как известно, они считают себя очень независимыми, в том числе и от ОБСЕ тоже. Но ОБСЕ – единственная структура, которая сегодня выполняет незаангажированный, непредвзятый мониторинг того, что происходит на неподконтрольной территории. К сожалению, ни журналисты, никакие другие международные миссии в полном объеме настолько глубоко не имеют представления о том, ну, может быть, кроме Красного Креста, который также там имеет офис. Скорее Красный Крест, потому что СММ там, насколько я знаю, полностью доступа ко всему тоже не имеет. Вот Красный Крест в этом смысле у него больше прав, но, другой стороны, что у него сужен мандат. Но они не ведут мониторинг. У него сужен мандат, конечно. Занимается только... Центр Азумкова опубликовал результаты исследования «Фактор общественного мнения о формировании политики и урегулировании российско-украинского конфликта, возможностей и риски». Опрос показал очень противоположные мнения в украинском обществе касательно возможных путей восстановления территориальной целостности. Кроме того, существенная разница во мнениях наблюдается в региональном разрезе. Понятное дело, чем дальше от линии фронта, тем больше человек выступает за более, скажем так, немягкий способ урегулирования. Чем ближе к линии фронта, тем люди воспринимают реинтеграцию как более возможность для открытия компромиссного способа. Вот вы как думаете, причины настолько высокой поляризации в украинском обществе будущего решения конфликта и сценариев? Откуда эти причины? Еще идут. С 2014 года и той риторики, которая была при предыдущей власти и нынешние просто получили наследство такое, либо это все-таки что-то еще более глубже. Знаете, я бы не тут... Дальность от линии фронта, я считаю, не является тут определяющей, потому что, ну, условно говоря, Одесса и условно Полтава, Полтава, на самом деле, ближе к линии фронта, да, а Одесса дальше. А мнения там противоположные. Поэтому, на самом деле, вот в этом вопросе, о котором вы говорите, к сожалению, огромному сожалению, очень ярко проявились все те же самые, как обычно говорят, теперь любят нарративы, которые мы несем с собой с 2014 года. К сожалению, ничего не изменилось. И условный Юго-Восток, который абсолютно условный, с моей точки зрения, потому что никакого такого политического какого-то тренда в этом регионе нет, такого уж совсем определенного. Но, тем не менее, политический вот этот Юго-Восток, он на самом деле находится, это, кстати говоря, в том же опросе и по отношению к Майдану тоже, находится все там же, где он находился, на самом деле, пять лет назад. И это, с моей точки зрения, главная вина в этом предыдущей власти, конечно, потому что пять лет, с 2014 по 2019 год, с этими людьми практически никто не общался, не разговаривал, не спрашивал их мнения. Потом они высказали это все на выборах 2019 года, как известно. Но это вопросы, проблемы и новой власти тоже, потому что, опять же, этим людям нужно объяснять и пояснять свою политику, пояснять те шаги, которые они считают нужными. Потому что, если у нас не будет такого, не скажу консенсуса, но хотя бы более или менее близких точек зрения в разных регионах Украины, то любое решение, любой путь, по которому пойдет Украина, он будет воспринят конфронтационно. Или с одной стороны, части Украины, или с другой. Тем не менее, важно отметить, что именно усилия, направленные на установление мира на Донбассе, так это обозначено в опроснике, в этом являются наиболее весомым фактором формирования отношения граждан к деятельности президента Владимира Зеленского. 46% опрошенных сказали, что номер один – это достижение мира. То есть, как вы думаете, президент выполняет функцию такого, если так сказать, миротворца в данном вопросе? Знаете, если мир расценивать, определять как отсутствие войны, горячей войны, той войны, которую мы имеем в виду, то есть с обстрелами, бомбардировками, налетами и так далее, то да. Потому что, если подходить к тому, что мир – это отсутствие войны, то, в общем, можно сказать, что это не мир, это перемирие долгоиграющее, как мы ее называем. Но, по сути, мир – это действительно отсутствие войны. Поэтому, в этом смысле, я считаю, что это чуть ли не, наверное, единственное свое обещание, единственная цель, которая на сегодня, его нельзя назвать полностью выполненным, потому что все очень неустойчиво. Но путь-то, на самом деле, правильный. И то, что они добились вот этого, собственно, долгоиграющего перемирия, и люди у нас не гибнут, значит, каждый день, как мы помним, по два-по три человека, это было очень долго. Это плюс большой. Но это очень неустойчивая история. Неустойчивая, но, тем не менее, на какое-то время уже существует. Нет, это есть, это очень хорошо. Еще раз говорю, это, если воспринимать мир, как просто буквально отсутствие боевых действий. Да, но, чтобы воспринимать мир более на глубоком уровне, давайте посмотрим еще и на то, что создано Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий, его переименовали, как символично ранее оно называлось, Министерство по вопросам оккупированных территорий, теперь по вопросам реинтеграции оккупированных территорий. Возможно ли, что когда-нибудь это министерство назовут Министерством по вопросам мирного урегулирования? Ну, знаете, обычно сначала идет мирное урегулирование, а потом реинтеграция. Если у нас не получится реинтеграция в ближайшие годы, я думаю, у нас не будет другого выхода, как его переназывать потому что не может министерство заниматься тем чего процессом который не происходит но тогда это на самом деле четко понимаем что это шаг да это мы приведем его функции названия к реальности но тогда это шаг назад потому что еще раз говорю интеграция если это путь который идет после мирного регулирования конечно когда его назвали и когда так ставили такие задачи и это было правильно символически конечно потому что это подчеркнуло что украина хочет именно реинтеграции территории и это сигнал был как мы помним всем понимаем всем кто живет на орду орлу но реальность на сегодня такова что конечно эту функцию выполнить крайне сложно попытки какие-то действия есть тем не менее вот мы знаем что на рассмотрение в ткг были вынесены два плана один план это который представили группировки лднр и второй план украинской делегации россия и лднр раскритиковали украинский план кравчука так называемый мы об этом сюжете подробно рассказали но в свою очередь делегация украины она мы здесь тоже отказываемся рассматривать то что нам предложила российская федерация через свои прокси организации группировки лднр и один из предметов спора это то что группировки претендуют на субъектность определенную да в этом процессе и россия не хочет признавать себя участником этого процесса как же киеву обойти эти сложные камни преткновения в этом смысле ничего не изменило 14 года вообще ничего потому что главная задача россии как была я так понимаю свое время поставлена наверху так и осталось а именно интегрировать в украину те квази государственных формирований которые они там создали как бы такие не совсем страны не совсем независимые не совсем республики не зависимы и не совсем республики но тем не менее вот этот аппарат который был создан аппарат управления то есть все уже со всеми их руководителями премьерами так называемые там и так далее администрациями вот это все в чистом виде вставить в украину такая задача была 14 году такая задача стоит и сейчас я думаю что все должны были понять уже давно что это невозможно. Потому что изначально я считаю, была правильная позиция в том, что Украина за интеграцию людей. Ну, территории само собой, но главное людей. То есть не надстроек, которые за это время там установлены, а именно людей. Понятное дело, что им жалко их бросать, потому что потрачена куча сил, времени, денег в этих людей. Этим людям некуда деваться в случае чего. Это мы тоже прекрасно понимаем. Только в Россию ехать, устраиваться куда-нибудь. Ну, опять же, тем, кто работает в интересах прокси-организации. Этих людей, имеете в виду? Не большинство, которые живут в этих условиях. Не-не-не, я имею в виду органы управления. Я имею в виду тех, кто работает в органах управления. Там мэров, там всяких администраций, там этих, не знаю, Верховных Советов и так далее. Вот, особенно, чем выше, тем понятнее, тем быстрее этот путь. И куда-нибудь в Барнаул, значит, работать в каком-нибудь... Ну, кстати, такие примеры уже есть у нас. Да, в Элисте работает мэр. И не только. В Москве работает несколько человек, которые были при руководстве из местных, кстати, в 2014 году. Но, понимаете, для многих из них, которые всегда там, это, конечно, крах жизненного пути всякого. Одно дело, ты начальник у себя дома, а с другой стороны, а в противном случае, ты вообще неизвестно кто и где-нибудь в Красноярске. Не готовы к этому люди. И поэтому вот это самое главное противоречие. Еще и Украина хочет действительно, чтобы люди, которые там живут, независимо от того, о чем они думают, какого они мнения, действительно там сложные, не совсем похожие на особенно западную часть взгляды у этих людей. Все это понятно, все это знаю, но, тем не менее, это люди. Это граждане Украины, которые, я считаю, должны быть в Украине. А не, собственно, построенные вот эти все формирования. Но позиции пока... Вот в этом главная проблема. Ну и это фиксирует в том числе Хайзи Грау, специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и трехсторонней контактной группе, процитируя, «Из-за различий во мнениях рабочей группы по политическим вопросам не удалось достичь прогресса при разработке проекта, плана действий в полном соответствии с Минскими соглашениями продвижения по данному вопросу требуют конструктивности и готовности к компромиссам». То есть мы видим заявление Ордло, мы видим заявление Москвы, мы видим заявление Киева, и вот мы видим тоже заявление ОБСЕ, что план действий совместный разработать очень сложно. Просто потому что... Вот это ключевой вопрос. На самом деле ключевой вопрос всего конфликта. Кто возвращается в Украину? Люди или организации? Если организации, то это невозможно. Если люди, то пожалуйста. Я помню на одной из минских встреч как-то давно-давно один из наших представителей сказал россиянам, что, ребят, ну подождите, это все равно ваши, как они говорят, ваши избиратели, которые вас поддерживают. Ну пусть они зайдут в Украину и пусть поддерживают тех людей, которые голосуют, в конце концов, за людей, которые вам нравятся. Мало ли, действительно может быть. Вот. На что, как мне рассказывали, последовал ответ. А если там власть будет украинская, то они могут уже нас не поддержать. Ну, исходя из того, что они голосуют за власть, многие из них. Это тоже правда. Да. Напоследок, один короткий вопрос. Алексей Данилов в своем интервью сообщил, что готовится решение по Донбассу. И ответил на вопрос о том, что будет после 9 декабря. Так он ответил на вопрос, когда истекает срок действия, то, с чего мы начинали с вами беседу о нормандской четверке и подписанном в Париже комьюнике. Вам что-то известно? Что же имел в виду Алексей Данилов, говоря о готовящемся решении? Вы знаете, это все исходит к слову Зеленского, потому что я год хочу потратить на то, после парижского саммита, на то, чтобы что-то сделать, подвинуться вперед. Если не получится, тогда будет план Б. Помните все это. И поэтому теперь все отсчитывают дни до этого года, хотя на самом деле это было, так сказано, скажем так, ну, в принципе, я не думаю, что он имел конкретные даты. Но, тем не менее, конечно, такой вопрос существует. Но мы прекрасно понимаем, что альтернатива, единственная приемлемая альтернатива плану реинтеграции, это замораживание. Конечно. И вот именно план Б, о котором говорилось давно, это, конечно, никакая не реальная стена там между Донецком и Луганском. Это невозможно. Никто стены строить не будет. Но это путь замораживания конфликта, то есть полное, ну, скажем так, с ограничением контакта, в том числе, да, не запретом, наверное, но с ограничением контакта между двумя территориями и, ну, откладыванием, скажем так, всего этого в долгий ящик. Это альтернатива. Насколько она приемлемая, думаю, не очень. Хотя, если долго не будет у нас прогресса по тем вопросам, о которых мы сегодня с вами говорили, то мне кажется, что украинская сторона может на это пойти. Но, опять-таки, это только прогнозы и предположения. Мы помним местные выборы, где был один из вопросов опросника Владимира Зеленского насчет Будапештского меморандума. Наверняка, это не просто так звучало. И, может быть, план «Б» будет предусматривать и такой формат с Будапештским меморандумом. Но обсудим это в следующих наших выпусках. Спасибо Александру. Александр Мартыненко, гендиректор информагентства «Интерфакс Украина» был сегодня у нас в студии телеканала «Долг». И к еще одной важной теме бюджет 2021 года. Доходы проекта госбюджета на следующий год предусмотрены в сумме 1 триллион 92 миллиарда гривен, а расходы почти 1 триллион 328 миллиардов гривен. Итак, дефицит госбюджета по отношению к ВВП составит 5,5%. И сейчас на связи с Домом Дмитрий Боярчук, исполнительный директор Центра социально-экономических исследований «Кейс Украина». Здравствуйте, спасибо за ваше время для нашего канала. Объясните нашим зрителям, что обозначает дефицит бюджета. Является ли это критически? Дефицит бюджета – это превышение расходов над доходами. Он достаточно большой, на уровне 5,5% ВВП. Это большая сумма, то есть это чуть-чуть меньше, чем 10 миллиардов долларов, равна 246-247 миллиардов в ВВП. Такая ситуация, такой большой дефицит, потому что этот год у нас кризисный, то есть у нас было начало года в условиях карантина, было большое падение в экономике и потери в доходах. Поэтому на этот год принимался бюджет с дефицитом 8% ВВП. Он будет по факту немного меньше. И еще стоит вопрос, каким образом финансировать около 100 миллиардов гривен расходов, на которые пока что не нашли средства. Поскольку экономика вряд ли будет очень быстро восстанавливаться, да, она будет восстанавливаться, но расходы, обязательства, они будут оставаться на высоком уровне, поэтому на следующий год дефицит будет на уровне 5,5% ВВП. Вот такой вот планируется. Скажите, а если говорить об этих дефицитах на расходы, то какая будет в этом роль для финансирования вооруженных сил Украины? Что известно на сегодняшний день? Возможно ли так, что будет сокращение на оборону? В том проекте, который был подан в Верховную Раду, в парламент, там нет сокращения на оборону, но и нет увеличения. По сути, расходы на оборону, они остаются в том же объеме, что и в текущем году запланировано. Несколько выросли расходы на Министерство внутренних дел, но мы должны понимать, что, например, национальная гвардия, она финансируется из бюджета Министерства внутренних дел. То есть армия это отдельно, а национальная гвардия это как немного из другого министерства финансируется. По сути, если мы смотрим по сравнению с текущим годом, то все социальные расходы, они увеличиваются, то есть это касается и образования, и здравоохранения. Мы должны понимать, что в этом году есть так званый ковидный фонд. В 2021 этого фонда уже не будет. Но этот фонд, как мы знаем, половина его была как бы страчена, определена на ремонт дорог, а не не совсем на какие-то социальные вещи. Несколько в сторону уменьшения было пересмотрено субсидии пенсионного фонда, то есть это деньги, которые предоставляются на покрытие дефицита, но пока что самого проекта, бюджета пенсионного фонда ковторому чтению не было предоставлено. Скорее всего это не означает, что там будет как-то обрезаться или уменьшаться пенсии, скорее всего это связано с тем, что есть какие-то позитивные ожидания по доходам. То есть мы должны понимать, что это сумма именно на покрытие дефицита, а не на финансирование чего-то там. Поскольку поднимается минимальная зарплата, это прямым образом влияет на рост отчислений единого социального взноса, это основной доход, основной источник дохода пенсионного фонда. Соответственно, я думаю, что есть определенное ожидание по росту доходов самого пенсионного фонда. Давайте еще раз подчеркнем, то есть социальные выплаты, пенсии и прочие расходы на поддержку населения сокращаться не будут, правильно я понимаю? Нет, в плане нет. Есть определенные перекидки денег по сравнению с первым проектом, то есть проектом, предоставленным для первого чтения, там есть определенные перекидки между этими социальными статьями, но если мы смотрим по сравнению с текущим планом на текущий год, то уменьшения нет. Да, вы упомянули несколько расходов бюджета 2021 на некоторые статьи будут увеличены, а можете сказать, что это за статьи, на что будет увеличен расход бюджета? К примеру, Министерство образования и науки плюс 20% прироста, то есть увеличиваются расходы, Министерство здравоохранения плюс 22%, то есть это основные статьи, на которые будут тратиться дополнительные деньги, то есть дополнительно на 10% вырастут расходы на социальную помощь. Вот это мы говорим основные объемы роста расходов на 2021 год. Как я говорил, что на Министерство обороны фактически расходы остаются на том же уровне, 117 миллиардов несколько увеличиваются расходы на Министерство внутренних дел. Наверняка вы следите за контекстом бюджета и бюджетного процесса, не только расходы, доходы, не только внутренняя ситуация, но и международная. Мы знаем о требованиях Международного валютного фонда в отношении того, как управляется система бюджетирования в Украине. Вот скажите, сегодня тот проект бюджета, который мы видели, он дает возможность дальнейшего сотрудничества с МВФ и все ли удовлетворены те потребности, о которых говорили в МВФ накануне. Финансовый утверждает, что этот проект, который был подан ко второму учтению, он был согласован с МВФ. Достаточно такое оптимистическое заявление. Но мы когда рассматриваем и анализируем источники доходов и некоторые статьи расходов, то мы понимаем, что возможно к ним будут какие-то вопросы. Например, Министерство финансов очень оптимистично определяет доходы от налога на добавленную стоимость внутреннего. Они заявляют о том, что будет происходить легализация. Возможно это будет происходить, но как правило МВФ достаточно скептически смотрит на такие фантастические вещи, которые еще не подтвердились на практике. И второй момент на 2021 заложили около 88 миллиардов гривен государственной гарантии по кредитам. Как правило, такая сумма рассматривается как дополнительные расходы, это смотрится как скрытый дефицит. Я, наверное, не в том позиции, чтобы как-то опровергать заявление Минфина, но пока что от МВФ, например, не поступило подтверждение того, что они достаточно хорошо оценивают этот проект бюджета. Мы должны понимать, что бюджет, когда заходит в парламент, там могут появляться какие-то дополнительные вещи, поэтому окончательная реакция, точная реакция, в частности, МВФ по бюджету будет известно после того, когда его уже примут и когда уже будет финальный окончательный бюджет, с которым можно будет в деталях ознакомиться. Мы пока что говорим о проекте. Да, я с вами согласен. Количество правок, которые поступили в Верховную Раду, по некоторым оценкам, тянут на еще один новый бюджет Украины, который возможно принять как параллельный. Ну это я, конечно, так, утрирую. Спасибо, Дмитрий, за ваше время для нашего эфира. Дмитрий Боярчук, исполнительный директор Центра социально-экономических исследований Кейс Украина, был с Домом на связи. Спасибо за внимание. С вами был я, Алексей Мацука. На самом деле Донбасс. Смотрите нас каждый день с понедельника по пятницу на телеканале Дом. Мы расскажем о том, что происходит на самом деле в мире, на Донбассе, в России, Крыму и, конечно, в Украине. Подпишитесь на нас в Фейсбуке, в Ютьюбе и там же можно поставить лайки, пишите, какие темы вы хотели бы поднять в следующих программах. И сегодня на этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова